здравствуйте на канале и тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин наш гость студии адвокат по транспортным вопросам юрий брант здравствуйте раз вот буквально 4 августа господин брант написал фейсбуке на своей личной странице небольшой пост о том что от тех вернее кто тащится по левой стороне шоссе и мешает другим создавая аварийные ситуации порой ну и рискуя схлопотать штраф и вас полиция очевидно услышала прошло совсем немного времени стало известно что полиция провела крупные облавы рейды я не знаю как точно назвать и выписала 900 штрафов за езду по левой полосе ну давайте мы немножко к штрафам мы еще вернемся отмотаем обратно к вашему посту а чем так действительно опасно езда по левой стороне дороги первым делом я рад слышать что за мной следят мы за вами следи даже полиция это вообще прекрасно смотрите и дело в том что израильские водители к сожалению либо вообще не знают либо очень быстро забывают правила дорожного движения либо они когда их сдают экзамен теории они учат этот экзамен только для того чтобы его сдать а не для того что получить какие-то навыки и какую-то информацию все советские слова действительно вот действительно какие-то они должны быть правила и как нужно ехать на дорогах то есть есть специальные сегодня аппликации может быть я расскажу сейчас какие-то секреты из аппликации которые снимают на мобильные телефоны и там методом тыка начинают сдавать экзамены по американской системе то есть после того как 20-30 раз пройдя этот экзамен там фигурируют все вопросы которых есть мисс рада решу и министерства транспорта конечном итоге они их заучивает наизусть они знают где правильный ответ где ответ неправильный и проходят экзамены теории сегодня так сдают экзамены теории кстати экзамен теории государства к нему не имеет никакого отношения какой-то компания которая выиграла тендер она разработала эту программу люди приходят платят деньги сидят на компьютерах и соответственно проходят этот экзамен сожалению и знания они не получают результатом этого служит того что когда мы находимся на скоростных трассах у нас в израиле все происходит почему-то наоборот и загружена левая полоса движения и свободная правая полоса движения то есть все водители хотят узнать где более свободная полоса и соответственно на неё не перестраивается но они не знают или либо забыли что левая полоса крайне левая полоса в двухполосных трассах она существует только для обгона простите на Tôi остановлю именно на двухполосных 2 полосных в одну сторону только couples на трехполосных тоже то же самое я не на одной и бывает просто трасса с одной полосой в каждую сторону. Для того, чтобы совершить обгон, нужно выйти на противоположную полосу, я об этом не говорю. Я говорю о скоростных трассах, международных трассах, где существует минимум две полосы. Соответственно, левая полоса, она более скоростная полоса, и она служит только для того, чтобы по ней обгоняли. Существует такое нарушение правил дорожного движения, как недержание правой полосы. То есть машина, которая идет по левой полосе, нарушает правила дорожного движения не для обгона, которая идет по левой полосе. Соответственно, мы должны все ехать по правой, придерживаться правого ряда. Когда мы хотим обогнать впереди идущий транспорт, соответственно, сделать это с разрешенной скоростью, мы должны перейти в левый ряд и затем вернуться опять вправо после того, как мы совершили обгон. Что происходит на дорогах страны? Все, кто едут, все знают. Все левый ряд загружен, по правому ряду все совершают обгон. Это в то время, когда обгон с правой стороны вообще запрещен. Обгонять разрешается только с левой стороны. Что мы видим на трехполосных рядах? То же самое. Правый ряд свободен, средний ряд более-менее движется, левый ряд полностью загружен. То есть у нас все делается наоборот. Что происходит? Люди, которые хотят действительно обогнать, они приближаются к впереди идущему транспорту по левой полосе, начинают сигналить, начинают светить фарами, чтобы они ушли. Есть люди, которые просто не понимают, зачем вы это делаете, почему вы меня слепите? Что? Я вам и так сделал. Пожилой возраст водителей. Не хочу женщин обижать, но у меня нет статистики, но просто не буду. Я не буду обижать феминисток и их против себя. Неважно. Пожилой возраст, люди едут на трассе, где разрешенная скорость 120 километров в час, 110 километров в час. Вдруг мы видим автомобиль, который едет 80 километров в час. Все прекрасно. По левой стороне я не еду быстро. Делайте все, что хотите. Сигнальте мне, слепите меня фарами, человек едет по левой полосе. Он считает, что это его полоса, что он никому не мешает, что она безопасна, но он тем не менее нарушает правила дорожного движения. И о Эврика, буквально неделю назад, полиция вдруг вспомнила, что такое нарушение существует и начала действительно отслеживать нарушителей. Получилось так, что нарушителями является почти 50 процентов водителей, то есть не нужно это нарушение искать. Это нарушение делают все. Соответственно, не придерживается правого ряда. И не только это. Кстати, в тот момент, когда кто-то едет по левому ряду в скоростной трассе, машина, которая хочет его обгонять, переходит в правый ряд. И этим совершает аварийную ситуацию. То есть машина, которая идет по правому ряду, должна притормозить. И, соответственно, это маневрирование приводит к салату на дороге. Если это трехполосная полоса, даже если машина едет медленно в среднем ряду, все должны с него выходить то на правый ряд, то на левый ряд. Соответственно, все движение тормозится, которое идет сзади. И, соответственно, возникает аварийная ситуация, кто-то его пропустит, кто-то его не пропустит, кто-то его ударит вбок. Соответственно, один водитель, который на скоростной трассе идет ниже разрешенной скорости, очень ниже, то есть с большой разницей, например, 60-70 км в час, там, где можно 100, совершает аварийную ситуацию. Его все начинают справа-слева обгонять. Водитель, который идет по левой полосе, совершает так же самую аварийную ситуацию, его нужно обогнать справа. Хорошо. Несколько вопросов по этому поводу. Все, кто едет по скоростному шоссе, по тому же Айалону, допустим, любому трехполосному, к примеру, шоссе, которое в часы пик загружено, все три полосы заняты. Езда по левой стороне, по левой полосе, в данном случае, тоже является нарушением? Нет. Это во время трафика, у нас есть нестандартная, скажем, в Израиле она стандартная, но, на самом деле, эта ситуация нестандартная, если есть какая-то авария и действительно существует пробка. Кстати, в Европе во время пробки разрешено ехать по обочине. Машины выезжают на обочину для того, чтобы увеличить ряды движения. У нас в обочине запрещено ехать даже в случае пробки. Кстати, это очень плохо. Во время пробки я бы разрешил ехать по обочине, мы увеличиваем на две полосы движения и, соответственно, эта пробка проходит. При трафике, при пробке, при какой-то экстремальной ситуации это правило не действует. То есть, все должны ехать по свободным полосам, соответственно, с низкой скоростью и как-то пытаться продвинуться. Еще один вопрос. При трехполосном движении любой водитель в Израиле знает, лучше всего занять средний ряд, потому что не нужно морочь себе голову, потому что он обычно бывает там, потом справа бывают съезды, слева еще что-то, слева скоростная полоса и так далее. Вот встану я в средний ряд и буду себе ехать, независимо от того, даже если правый свободен. Нарушение? Нет, совершенно верно, можно, это здорово, это прекрасно, действительно, опытные водители так ездят. Единственное, что не едьте ниже разрешенной скорости, едьте с разрешенной скоростью. Ну, он не поедет так, как позволяет ему движение. Не тормозите, да. Мы имеем ввиду, если трасса свободна, нет пробки, не тормозите движение сзади идущих вас автомобилей. С разрешенной скоростью средний ряд, он самый безопасный, самый прекрасный. Правый ряд, он тоже опасен, он опасен тем, что иногда на обочине останавливаются машины, что происходит в последнее время, вы знаете, очень много аварий с летальным исходом. Люди оставляют машины на обочине, находятся рядом со своими, с этими машинами. Три погибших на прошлой неделе было из-за этого, возле явной. И, соответственно, те машины, которые идут прямо в ряду. В том случае, если перед ними идет другой автомобиль, скажем, немножечко выше, он просто, просто обочина впереди него не находится в зоне его зрения. Он просто ее не видит. Человек, который, водитель, который едет со скоростью 120 км в час, это примерно 40 метров в секунду, просто не успевает среагировать. Если обочины у нас, к сожалению, шириной максимум 2 метра, в тот момент, когда автомобиль, он шириной 1,60 метра, остается 40 сантиметров, этот водитель, который выходит в сторону трассы, открывая дверь, он уже выходит на проезжую часть. Соответственно, водители могут его не заметить. И, соответственно, тоже, двигаясь по правой стороне трассы, может произойти такая подобная авария. Соответственно, средний ряд, он самый безопасный ряд. Ну, раз уж вы отвлеклись на тему остановки на обочине, такой вопрос. Опять-таки, возвращаясь к вашим постам в Фейсбуке, недавно вы тоже сделали, крик был в вашей душе по этому поводу, что люди не остановились. Если вас так приспичило вам остановиться на обочине, не выходите. А что же людям делать? Спустило колесо. Вы ошиблись. Вы говорите, звоните в полицию. Я не сказал не выходить из автомобиля. Я не сказал не выходить из автомобиля. Я сказал наоборот, выходите из автомобиля и убегайте. Убегайте от него, чем можно дальше. Переходите через оградительную часть. Есть оградительная часть правой стороны. Переходите. Порой не бывает. Не важно. Не стойте перед автомобилем. Не сидите в автомобиле. Не сидит в автомобиле, потому что мой опыт как эксперта дорожных аварий, как адвоката по дорожному праву, который защищает обвиняемых в совершении аварии с летальным исходом, люди бьют машины, стоящие на обочине. Не дай бог, это грузовик, с этой машины ничего не останется. Просто бросать этот кусок железа и удаляться на максимальное расстояние от него. Не пытаться исправлять панчер там. Даже если есть панчер, невозможно остановиться, едьте дальше с панчером. Медленно, ну едьте, ну ушло колесо, купим новое огромное колесо, но мы спасем свою жизнь. Не пытайтесь менять этот панчер на проезжей части, еще в сторону проезжей части, если это правая сторона, это еще нормально. Но я иногда вижу людей, которые ремонтируют левую сторону, которые в сторону трассы. Сидят люди на проезжей полосе и ремонтируют это самоубийцы. Просто бросайте этой машины, удаляйтесь, звоните в полицию. Полиция обязана обеспечивать нашу безопасность. Вы признаете звонить в полицию. Я много лет езжу по израильским дорогам, честно говоря, мне бы и в голову не пришло в этой ситуации звонить в полицию. Я бы позвонил, вызвал бы эвакуатор, техпомощь, еще что-то, но не полиция. В случае, если вашей жизнью угрожает опасность, не просто так, вызвать полицию. Я застрял, я сейчас начну вызывать полицию. В моей жизни угрожает опасность. Я не могу здесь находиться, мне некуда убегать. Я звоню 100, я говорю, ребята, я знаю, наш разговор записан, чтобы знали. Моей жизнью угрожает опасность. Я могу сейчас погибнуть. Я боюсь выйти, темно. Машины движутся с бешеной скоростью. Я боюсь, меня могут сбить. Поверьте мне, что через 10 минут максимум вам приедет полицейская машина, они прекрасно знают, что такое не ответить на вызов. Они прекрасно знают, что будет, если вас, не дай бог, собьют. Они будут нести за это ответственность, если они не оказали помощи, вовремя не приехали. Поэтому я просто призываю всех в таких ситуациях удаляться, обращаться за помощью с полицией, а не сидеть либо в машине, либо сидеть возле машины на той же обочине и дожидаться помощи и спасателей службы. Вы так и тем самым спасете свою жизнь. Хорошо, запомните эти слова. Возвращаясь теперь к теме нашего разговора, с которой мы начали. С ездой по левой полосе все понятно. Теперь я хочу вернуться вот в этим рейдом, который провела полиция. Уж не знаю, услышала она вас или по собственной инициативе решила это сделать. Значения не имеет. В сообщении информационных агентств было то, что полиция выписала в достаточно короткий промежуток времени 900 штрафов. Ну, лично для меня очень много. Я не знаю, вы более опытный человек, работали в полиции. Это действительно много, наверное. Это много. Для дорожного полицейского, который возвращается после смены, у них не требует какое-то определенное количество выработки штрафа. Просто говорят, если ты не приносишь штрафы, то ты, соответственно, не работал. Мы все знаем, все нарушают, где ты был. Нет такого, чтобы не было нарушений. Соответственно, для дорожного полицейского, для того, чтобы много не искать, ему удобно отлавливать то, что действительно происходит. Соответственно, вместо того, чтобы ловить водителя, который не остановился на знак стопы одного в день, ему лучше выехать на скоростную трассу, и он там найдет 20 человек, которых он действительно сможет оштрафовать. То есть, это тоже работает, и где ему легче сделать свою дневную выработку. А вот теперь вопрос такой. Кстати, что положено за такое нарушение? 250 шекелей штраф и 6 штрафных баллов. 6 штрафных баллов, это серьезно. Теперь такой вопрос. По вашему полицейскому опыту, да и адвокатскому тоже, подобные рейды, подобное, что называется, удар в одну точку, одномоментный, он работает или нет? Смотрите, к сожалению, очень часто действия полиции на иврите называются как кибуй срифот. То есть, тушение пожара в то время, когда он происходит. То есть, они не делают ничего для того, чтобы предотвратить этот пожар, они его тушат, когда он есть. А как можно предотвратить? Как полиция может предотвратить? Михаил, зачем нужно? Вот, например, есть авария с нетрезвым водителем. Мы видим, что на следующую неделю у полиции рейд, они ловят пьяных водителей. То же самое, авария, которая случается, не знаю, с грузовиком, который везет высокий груз и сбивает мост. На следующий день полиция начинает устанавливать автомобили и заставлять их проверять грузы. Переворачивается грузовик из-за того, что у него было больше груза, чем разрешено, на следующий день полиция начинает облавливать грузовик. Называется кибуй срифот, тушение пожара в то время, когда он происходит. То есть, к сожалению, так это работает, еще в мое время так это работало, и, к сожалению, сегодня изменений никаких нет. То есть, полиция не каждый день отслеживает все какие-то нарушения, она находится на дороге, они на что-то нацеливаются, и мы видим, как полицейский стоит, вместо того, чтобы двигаться, он стоит на перекрестке. И просто отлавливает людей, которые не останавливаются на знак стоп. Так работает полиция. Я не знаю, правильно это, неправильно это. Как по мне, полицейский должен быть постоянно в движении, постоянно отлавливать нарушителей, которые действительно совершают. А не стоять на каком-то перекрестке, где ему удобно стоять и ловить нарушителей, чтобы сделать свою дневную выработку. То, что есть. Да, последний вопрос, мы уж устроили такую хронику событий. Последний вопрос по поводу предупреждений, которые снова стало, получила возможность снова выписывать полиция, вместо того, чтобы сразу штрафовать, сразу наказывать водителей. В принципе, с ними все понятно, там есть конкретный перечень, по которым можно только предупреждать, хотя это не обязывает полицейского, насколько я понимаю. Не обязывает, это дает возможность на его усмотрение, дать предупреждение, пожалеть этого водителя. Вопрос, с которым ко мне обратилось много знакомых, слушателей, читателей в газете, которую я редактирую, заключается в вопрос следующий, потому что никто из нас не смог найти ответ на него. Поэтому вопрос к вам. Допустим, человеку дали предупреждение, ему повезло, он что-то нарушил, его вместо того, чтобы наказать, дали предупреждение. А через месяц-два, во-первых, сколько времени действует это предупреждение, первый вопрос. И, допустим, в момент вот этого срока он опять что-то совершил. Что происходит? Существуют специальные критерии для получения предупреждения. Первый критерий, первое условие для того, чтобы получить это предупреждение, это 7-летний водительский стаж. То есть, человек, который водит машину меньше 7 лет, он предупреждение не получит, он получит штраф. Первое. Второе условие, это 5 лет без нарушений в течение этого 7-летнего срока. Последние 5 лет без нарушений. И последние 5 лет без предупреждений. То есть, человек, который получил предупреждение, например, сегодня, следующее предупреждение он может получить только через 5 лет, в том случае, если он за эти 5 лет ничего не будет нарушать. Понятно. Значит, срок действия предупреждения 5 лет. Предупреждение 5 лет. Существуют еще условия, особо опасные нарушения, соответственно, вы предупреждения не получите. Это предупреждение касается действительно мелких нарушений, таких как, например, неуказание поворота при переходе из полосы в полосу, все остальные тяжелые нарушения, проезд на красный свет, не остановиться на знак стоп, не дать право пешеходу перейти по пешеходному переходу, и, соответственно, предупреждение в этих случаях не получит. И плюс, если это также приглашение в суд, выданное полицейским, на предупреждение его заменить нельзя. Человек должен прийти в суд и там будет проходить разбирательство по его делу. Многие поняли так, что предупреждение это некое, знаете, условное наказание. То есть, если он в течение года-два еще что-то совершит, то ему приплюсуют... Нет. Назад дороги нет, предупреждение остается предупреждением. Если полицейский вам дал предупреждение, соответственно, нет никаких условий. Единственный очень интересный факт, о котором никто не знает, даже если полицейский вам на месте не дал предупреждение, а выписал штраф, вы имеете право письменно обратиться в полицию и попросить еще раз получить предупреждение вместо штрафа. То есть, заменить? Заменить. То есть, даже если полицейский на месте не согласился это сделать, есть возможность самим через адвоката обратиться в полицию в письменном виде, объяснить все условия и, соответственно, получить предупреждение. Очень много случаев, почти 80% люди получают предупреждение, даже если полицейский на месте им его не дал. Еще одно очень интересное условие для получения предупреждения, это признание своей вины. То есть, если вы спорите с полицейским, говорите ему, я вообще не совершал что-то от меня хочешь, он никогда вам предупреждение не даст. Условие предупреждения, это я видоват, извините, я осознал, я больше этого делать не буду. В этом случае полицейский вам имеет право дать предупреждение. Очень важный момент. Очень важный момент. Да, он может его не дать. Нет, вы можете сразу сказать, что я признаю свою вину. Он скажет, раз ты признаешь свою вину, получаешь штраф. Не важно, он вам дашь штраф. Ты уже протестовать его не можешь. Вы можете протестовать. Даже признав свою вину. Это не суд. Вы не признали вину в суде. Вы признали вину перед полицейским. Это разговор. Называется «идуч ми я». Я не знаю, это он запишет, не запишет. Но опять-таки, вы не стоите в суде перед судьей и под присягой признаете свою вину. Это что-то другое. Я не буду сейчас рассказывать все аспекты судопроизводства, когда люди говорят, я этого не говорил, он просто так это записал, но опять-таки это не окончательный приговор. Очень интересно, то, чем я хотел бы поделиться напоследок, следующие нарушения, которые будут отслеживать полиции. Это очень важно, люди знаете, переход из ряда в ряд без включения сигнала поворота. Это будет следующее нарушение, полиция уже к этому готова, полиция уже об этом знает, мы будем об этом, конечно, писать, будем рассказывать. К сожалению, израильские водители сначала перестраиваются, а потом только включают сигнал поворота. Это тоже приводит, разрушает нашу нервную систему, тех водителей, которые за ним едут. И, соответственно, нарушение правил дорожного движения приводит, это именно нарушение этого правила приводит к очень плохим исходам и включайте поворот перед тем, как вы перестраиваетесь, а не после того. К сожалению, водитель просто забывает, что существует этот рычаг для того, чтобы показать поворот и чтобы водитель, который идет в левом или в правом ряду, мог знать и вовремя притормозить для того, чтобы его пропустить. Либо дать газ и не пропустить, но, соответственно, он должен знать, что вы перестраиваетесь. Если вы не указываете, что вы перестраиваетесь, вы переходите из ряда в ряд, вы нарушаете, есть специальное нарушение, есть очень много аварий, связанных с этим нарушением. Хорошо, спасибо, что предупредили, это во-первых, ну и за все то, что рассказали, рекомендую следовать советам господина Бранта, он до сих пор не ошибался. Спасибо. Еще раз спасибо, напомню, что с нами в студии был адвокат Юрий Брант, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин